АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые коллеги, мимоверно рада вас всех видеть. Меня зовут Рабакова Анна. Объектом моих научных исследований на протяжении нескольких лет является Саннибар, коренной асфальтонной населения долины Кахманду и их социальная религиозная жизнь. Сейчас своим докладом я хотела бы продолжить начатый несколько сокровских чтений назад цикл выступлений о ритуалах жизненного цикла невара, которые в общем числе можно разделить на три большие группы. Это ритуалы детства, свадебные ритуалы и ритуалы почитания пожилых людей. Часть данных церемоний совпадает с традиционными санскарами индуизма, однако в силу религиозного синкретизма, который очень ярко проявлен в неварской культуре, и вары практикуют путь Шивы и путь Будды, часть традиций характерны и присущи только неварской культуре. Прежде всего в рамках неварского буддизма. Так, в частности, в прошлом году мы рассматривали подробно ритуалы социокультурной и инициации мальчиков неварских и их обращения в мурашки. Сейчас же я предлагаю быстро перелистать несколько страниц книги жизни и на ритуалы почитания людей почтенного возраста. На языке невария данные ритуалы носят название джанко, также еще используется санскритский термин радхарокхан. Самые ранние письменные источники, свидетельствующие о данной церемонии, датируются к XIV векам, однако очевидно, что этот культ уходит своими корнями в более далекое прошлое и берет поначалу в общей древнеиндийской традиции. Во времена последней продолжительности жизни людей составляло 60-65 лет. Необходимость апотропических, то есть оберегающих ритуалов, обуславливалась, прежде всего, опасностью самого зрелого возраста. Если источник жизненных сил почти иссяк, даже небольшие проблемы уже представляют реальную угрозу здоровью жизни людей. А также плюс с точки зрения финистской астрологии, только жители, которые перешагивают порог самватсары, то есть 60-летнего цикла югийского календаря, начинают свой новый жизненный цикл в полной всяческой неопределенности. Как раз эти идеи хорошо отражены в традиции Шастиабдапурти, которая и по сей день встречается в Непале и в других регионах Южной Азии. Традиция означает завершение 16 лет, и ее поведение помогает человеку благоприятно завершить истекший цикл и получить за него. Примечательно, что в самой среде Невара традиция Шастиабдапурти не практикуется вообще, и вместо нее Невары разработали свою концепцию, как раз которая называется «джанка», и она представляет своего рода многоэтапный цикл церемоний, почитания и обыжествления своих пожилых родственников. Первый цикл «джанка» проводится с возраста 77 лет и так далее каждый 10-летний цикл. Для самых-самых стойких благожителей имеются предписания для совершения ритуала в возрасте вплоть до 120 лет. С прохождением каждой из этих ступеней своего рода происходит дополнительное наделение долгожителей и дополнительным набором благословений, которые в итоге должны обеспечить ему долгую, безбедную и благополучную жизнь. Плюс также с каждым ритуалом увеличивается и степень божественности пожилого человека. Сейчас я предлагаю дать общую характеристику самой традиции джанка, в том числе в контексте других ритуалов жизненного цикла Невара, а дальше мы подробно рассмотрим каждый из видов Радко-Рохана. Итак, в основе всех традиций джанка заложены постулаты индийской астрологии, одинаково важные как для индуистской, так и для буддийской традиции Южной Азии. Поэтому обряды джанка по крайне схожему сценарию проходят как среди неварских индуистов, так и неварских бюджетов. Само собой, с поправками на догматически-полосовском индуистическом бюджетове. Отправной точкой джанка служат астрологические ритуалы по умиротворению девяти планетного графа и созвития, под которым родился человек. В соответствии с астрологическими воззрениями считается, что планеты получили свое название графа, потому что они как бы схватывают и контролируют людей. А в зрелом возрасте такое непредсказуемое и все возрастающее с годами влияние может оказаться фатальным. Стоит отметить, что аналогичные пуджи по нейтрализации негативного воздействия планеты отмечаются также каждый год индуйским свой день рождения. Также церемония джанка выбрала в себя и немало элементов свадебного обряда. Пожилых людей облачают традиционную свадебную одежду, с ними обращаются как женихом и невестой. Если в ритуале участвуют спутки пара, то муж и жена совместно совершают обход священного огня и в финале церемонии они кушают трапезу из одного блюда. И также как в детских инициациях и в принципе в ритуалах свадебного цикла присутствует восхождение на молотильный камень и семь благоприятных шагов. Важнейшим атрибутом традиции джанка является колесница и паланки. Собственно отсюда и название. Танцитская ратка рохана. Посредством ратхи, этого транспортного средства, осуществляется и сама сакрализация пожилого человека. У сидящего в колеснице обыжесленного родственника все домочадки спрашивают благословения. Также проходят торжественные процессы по улицам города в эту колесницу в месту родственники и летиану. И тем самым это все очень сильно напоминает традиционные празднества в честь различных богов. Однако сейчас внутри колесницы, в местном муце находится наш обыжесленный человек. И вот это торжественное городское шествие имеет, конечно же, в том числе цель общественного обнародования сопричастности старейшины к мирным божитиям. Однако после того, как церемония завершилась, человек сошел с колесницы, его божественный статус нивелируется. И таким образом в этом есть отличие еще одно церемонии Джанка от других ритуалов жизненного цикла, которые, как правило, совершаются и после них происходит постоянное изменение религиозного и социального статуса. Так мальчик становится последствием мужчины, женщина после свадебного обряда мальчика после инициации становится мужчиной или монахом, женщина после свадебного обряда член уже другой семьи, семьи ее мужа. В нашем случае перевоплощение ограничивается только временем самой церемонии. И, к примеру, если вдова только что выглядела как невеста, в следующий раз она сможет одеть свою красную тарь и золотые украшения только в случае проведения следующего джанка. Следующим вот этим вот слайдом я хотела бы показать радость, семейную радость церемонии Джанка, насколько эта церемония связывает с собой все поколения семьи, начиная от самых маленьких детей и заканчивая связью с семьями дочерей, которые некогда покинули отчий дом. И забыла поменять, что в принципе церемонии джанка они не являются обязательными, но при этом они высоко ценятся общественным умением и сыновья и внуки, которые выступают основными спонсорами этих ритуалов высоко учтятся в местной общине. Вот. Собственно, это такие вот общие постулаты, а теперь мы перейдем к самим этапам нашей недоступенческой системы джанка. Первый ритуал джанка дозвание Радха Рохана совершается при достижении человеком 77 лет, 7 месяцев, 7 недель, 7 дней, 7 кадий, 7 пал. Кадий и пал это экономические величины индийского календаря равны соответственно 24 минутам и 24 секунду. Точную вот эту дату и время рассчитывает священнослужитель Радха Патхиа у индуистов и врачари у буддистов и этот же священнослужитель впоследствии обслуживает все необходимые поджи, предписанные церемонии джанка. Если иметь место супружеская пара, то церемония проводится исходя из возраста мужа, а жена вне зависимости от своего возраста выседает на перехницу, разделяя обожественные статусы его супруга. В качестве Радхи может использоваться полонки или же колесница. В первом джанке вот нашей вот Хима Радхи колесница отождествляется солнцем. Первым из божественных тиграх, которому сейчас оказывается особое поклонение. Как правило, праздник начинается в доме семьи, куда приглашается множество родственников и друзей. В Израчаре проводят пушу граха Матрики, благородной матери всех грах, с целью, как мы уже говорили выше, преодоления негативного влияния планет на жизнь пожилого человека и получения их восстановления. Виновник или виновничество жирства в новом парадном облачении, пройдя ряд подготовительных ритуалов, торжественно выседает на полиснице и тем самым начинается самая трогательная, причем в прямом и переносном смысле часть церемонии, все собравшиеся по очереди подходят к полиснице и делают возлияние воды и ритуальные раковины на ноги пожилого родственника. И также оставляют приношения в виде подарка или в денежной форме и через прикосновение вон к стопам или к ногам пожилого человека получают его божественное благословение. Далее рак вне встречи выносится на улицу для проведения торжественного взрослого шестка. Подокомменемент музыкантов в процессе посещают, как правило, храм или монастырь в цели совершения поклонения и также для совершения ряда ритуальных действий, после чего все вновь возвращаются домой. в финале джанка проходит ритуальный трасс трапеза саган или сагур возможных произношений, который призывает все удача и выражается уважение ко всем собравшимся. Выжисленный жилой человек сидит в колесниках, кто подкушает ритуальное блюдо, которое, как правило, состоит из рисового ликера, небольшого количества рыбы, мяса, вареного утиного яйца и бобовых. Данная вариация сагуна основывается на хандрической традиции и представляет собой пять элементов панчетатпа, соответственно огонь, воздух, землю, воздух и эфир. А всем остальным гостям предлагается подношение в виде рисового ликера и яйца. На этом первые чанта хима-ратха заканчиваются. Теперь наш возрастной родственник может именоваться тхакали, то есть старейшина. Завершая рассказ о первом джанке хочется отметить о том, что невары придают ему самое большее внимание и в былые времена в Катмонду существовала традиция по поводу первого джанка устанавливать ступы. Но если семье это было неподсильно, то ступа изготавливалась в виде статуэтки или же заказывала специальная папка. В наши дни все ограничивается только папкой и обычно на ней изображаются астрономические божества и в центре конечно же сама ступа с богинями и ручнейшей реча и высыхарой и врахматрикой. Под ступой как видите на слайде указываются запражаются главные сцены джанка поклонения почти мусторейщины шествия полисницами и так далее. И еще может быть где-нибудь внизу указан список основных спонсоров церемоний. Все последующие ритуалы джанка проводятся конечно же гораздо реже по понятным идеологическим причинам не все до них старейшины заживают к сожалению. Ну и также вносят свою лепту финансовую стороной дела. Но вопреки всему вся эта традиция живая она продолжается и вторую церемонию джанка под названием Чандра Рохана проводит когда человек видит свою тысячную луну. Отсюда есть и второй санскрипт по тысячной луной подразумевается тысяча полнолуний которые приравниваются к тысячам месяцам человеческой жизни что в зависимости от методики расчета интерколярных месяцев попадает в интервал от 81 до 84 лет. По сути Чандра Рохана является трансформацией индийского обряда Сахачи Чандра Даршина известной практикуются как Неварь и так они говорили частей Индии но данный ритуал в Неварской версии характерен прежде всего для полтана не для всех Неварских общин и ограничивается он исключительно пространством дома старейшины проходит он следующим образом до наступления полнолуния приглашенным жрачарья проводят коджу и на этот раз в центре поклонения Неварь является Луна и есть также еще дополнительный особый ритуал это подношение 120 тысяч огней и можно еще упомянуть что в случае Чандра Роханы сагун исключительно вегетарианский так к примеру банан заменяют попченную рыбу круглый леденец яйцо молоко рисовый ликер и как раз этот аспект относит нас к тому что изначально идеи Чандра Роханы имеют как раз брахманические стойки тоже такая небольшая отметка все церемонии Чандра которые проводятся Неварь в рамках индуйского парадигмы они не употребляются ни мяса ни алкоголя во время во всех церемониях так двигаемся дальше у нас еще есть о чем раз следующая церемония Джанка под названием Дева Раха Рохана празднуется в возрасте 88 лет 8 месяцев 8 недель 8 дней и так далее и своей основой по большому счету она повторяет те же самые ритуалы что и были по случаю 77 лет за исключением лишь двух моментов во-первых к худже по натворению Новых Драх в гудистой версии добавляется почитание богини богатства и процветания Расудхары и таким образом наш старейшина может рассчитывать не только на безопасную но и на безбедной жизнь также конвенционным моментом Дева Раха Роханы является от них не торжественное уличное шествие как например это было 10 лет назад а возвращение старейшины домой после этого шествия для того чтобы не оскорбить как минимум уже дважды обожественного родственника его вносят в дом через второй этаж тем самым минуем первый этаж считающийся ритуально нечистым пространством если планировка да не позволяет то тогда устанавливается специальный нацел для поднятия полиции в самом же простом случае используется лестница по которой по очереди составляет сам старейшин а потом же его средство передвижения время так для самых крепких долгожителей достигнущих года что 99 лет 9 месяцев и так далее существует джанка под названием бильяра в хорохан в центре поклонения если говорить кратко то в центре поклонения к планетарным божествам присоединяется богиня богиня долгой жизни нужнейшая лучшая и соответственно цель данной пуджи в том числе продление жизни человека который находится на пороге критического векового возраста для того чтобы источник жизни который практически истяк восстановить эти ритуалы дополняются особым обрядом перерождения богожителя старейшина помещается в особый длинный сосуд символизирующий утробы а вот жрачарья проводят специальные ритуальные действия которые призывают зарождение жизни и развитие эмбрионов в этом сосуде после того как эти действия завершаются наша старейшина через специальные отверстия которые символизируются с маткой выбирается назад и тем самым происходит символическое обретение новой жизни после этого проводится ряд обрядов ряд инициаций детства ряд очистительных обрядов и по большому счету далее все то же самое как и в предыдущих ритуалах джан главная здесь идея именно с перерождением так ну и конечно в традиции неваров есть еще пятый заключительный этап который называется смах гиги расторохана который проводится в возрасте 105 108 110 120 лет в зависимости от локальных традиций честно говоря ни в одном научном источнике я не встречала достоверных сведений о прохождении вот этой церемонии и поэтому как бы напрашивался вывод о более теоретической конструкции нежели практическое проведение смаха гиги расторохана но однако случайно обнаружены буквально некоторое время назад заметка в газете Катманду Пост внесла в этот вывод свои коррективы эта прекрасная женщина в 2019 году отметила свое 105 джамка которая проходила в ее 108 лет 8 месяцев ну и так далее жизнь Майдху Махарчан не менее интересна чем вот сам факт ее проведения 5 джамка она родилась в 1911 году в ее замуж и у нее было 8 детей однако из них выжить только один джамка и несмотря на это на ее церемонии 5 джамка присутствовало 145 ее родственников так что вот на такой положительной ноте я хотела бы завершить свое выступление и в качестве заключения сказать что на примере традиции джамка мы очередной раз посмотрели на яркий пример уникальности неварской культуры да действительно есть немало примеров ритуалов почитания пожилых людей в более широком аспекте в Южной Азии прошу прощения однако вот мы видим что невары не только смогли хранить но и таким интересным образом адаптировать и приумножить наследие древней индийской культуры спасибо спасибо за доклад меня интересует вопрос вот это почитание стариков оно фундировано социальной их защищенностью то есть старики они можно сказать что они защищены в этом обществе или это все-таки красивые декорации красивые церемонии объективно говоря все это красивые декорации и по большому счету престиж семьи никаких объективно дополнительных преференций с прохождением этих ритуалов с престиж не имеют это факт мой вопрос я очень благодарна за доклад для меня это абсолютно новое интересно и конечно материал собран совершенно уникально Анна Геннадьевна вот у меня вопрос связанный по смыслу с предыдущим я хотела спросить о каких-то может быть символических функциях вот этих представителей пожилых возраст пожилых и преклонных возрастов в семье либо в обществе охранительная может быть функция то есть ритуал достаточно объемный и видны очень радостные лица участников ритуала то есть это очень искренне сердечная то есть верят ли они что эти старики будут защищать род или еще что-то или это делается просто ну вот как и сказали совершенно верно что это красивый семейный праздник спасибо с одной стороны это действительно красивый семейный праздник и после того как этот праздник заканчивается маски снимаются и возвращается обычная жизнь но тем не менее абсолютно искренне получая благословение подходя за благословением своему обучшеленному родственнику семьи все домочадцы и даже просто гости церемонии они в это верят это однозначно поделать это невозможно это вот это факт а больше вот какие-то также часто эти церемонии совмещаются с детскими инициациями ну как бы с одной стороны естественно на вопрос социального плана а с другой стороны показывает соприимственность поколений спасибо можно с разных сторон рассматривать этот вопрос огромное спасибо превосходно превосходно Максим Борисович интереснейший доклад получился я прям в восторге и главное классно сделана профессиональная презентация я знаю хорошо что у тебя есть личный опыт встречи с этой традицией в Непале и мы это тоже обсуждали и интересно что действительно эта традиция вроде бы буддийская но большинство ритуалов они скорее индусские а вот когда ты была собственно в поле да как ты заметила ли ты как вот в реальности там уже примерно похожий вопрос был но как в реальности относятся к пожилым людям даже не в том не в смысле защищенности а вот в смысле какого-то этикета повседневного то есть существует ли какой-то подчеркнутый этикет как это видно вот в реальности вот как бы ты констатировала что ты видела ну само собой там что ни говори про современные современность Непал и в частности Невары это традиционное общество и отношение к людям пожилого возраста особенно к своим родителям почитаемым бабушкам дедушкам особое отношение уважительная речь сразу молодежь продумывает поступки которые они могут совершить и которые как бы могут ранить ну не то что даже ранить а получить осуждение со стороны своих пожилых родственников все это есть слава богу пока и в частности всего ну не могу говорить о весь Непал но вот в Неварском сообществе это чтицы спасибо да очень интересно до сих пор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok